Приветствую вас, я бы предпочел немного иначе повернуть вашу проблему и сказать так, что те, кто говорят, что вы красив, они под этим, конечно, недалеко не всегда подразумевают наличие вам определенных внешних достоинств, скажем так. Те, кто говорят, что вы красив, могут также подразумевать еще и то, что им нужно, чтобы вы были с ними. То есть эти люди говорят что-то для того, чтобы вы были с ними, чтобы вы, ну, как бы, находились в их обществе. В принципе, в этом нет ничего плохого, в принципе, в этом нет ничего такого дурного, но подобное восприятие, к сожалению, не позволяет говорить о том, что, ну, вот, то, что про вас, например, говорят, то, как вас, например, представляют соответствуют действительности. На мой взгляд, проблема кроется немножечко в другом. На мой взгляд, проблема кроется в том, что вы сами не отдаете себе отсчет в том, чем вы можете, например, привлечь тех, кто интересен вам, тех, кто привлекает вас. Потому что, судя по всему, что те, кто нравятся вам, не принимают вас, из-за того, что кроме вашего внешнего вида, который чисто внешне может быть не очень привлекательным для них, я не буду убеждать вас в том, что вы обязательно красивы и так далее, это уже исключительно субъективное восприятие. Так вот, то, что кроме внешней стороны, ничего больше нет. Кроме вашей внешней стороны, для этих людей вы не представляете ничего. И вот это то, что вам нужно в первую очередь стараться и страх. Понимаете? То есть, речь о том, чтобы вы сами, не обращая внимания на то, что вам говорит, а действовали в отношении себя так, чтобы вы как можно более полноценно раскрывались. Пока у меня нет ощущения, что вы полноценно раскрываетесь. Вам нужно сделать так, условно говоря, чтобы люди, которые вас видели, чтобы люди, с которыми вы пересекаетесь, замечали не вас внешне, а ваше, например, поведение, ваши, например, поступки, ваши, например, интересы и так далее. Вот это важно. А это, ваше, я говорю, возможно только тогда, когда и если вы будете более уверены в себе и не будете застрять внимание на том, ну вот, условно говоря, кого вы привлекаете, кого вы, например, не привлекаете и так далее. То есть, не нужно обращать внимание на то, кто что говорит. У людей могут быть свои мотивы говорить определенные вещи. Важно то, что вы сами думаете о себе. Вот это гораздо важнее. И поэтому давайте продумаем, в чем вы не уверены в себе. В том, что вы можете привлечь тех, кто, условно говоря, вам интересен. Хорошо. Если говорить о тех, кто вам интересен, то здесь ситуация такова. А если вы говорите о женщинах, которые интересны вам, то у них ведь есть свои потребности. У них есть то, что они хотят, ну или хотели бы получить от мужчины рядом с ними. И давайте подумаем, что бы они хотели получить. Уверен, они хотели бы получить уверенность. Уверен, они хотели бы получить, там, скажем, защиту. Уверен, они хотели бы получить надежность. Ощущения, что их понимают Ощущения, что их чувствуют и так далее И вот ответьте себе на вопрос Можете ли вы это женщине дать? Вот это то главное О чем нужно вести речь Как стать тем без ущерба себе Который бы отвечал потребностям Тех, например, женщин Которые вам нравятся Как стать таким человеком? Как стать тем, кто будет отвечать требованиям людей Которые для вас имеют значение? Вот с этой точки зрения Так вставим вопрос И нужно подходить к решению вашей проблемы Далее Значит Определиться вот в чем Для чего вам женщина вообще? Ну, кроме, конечно, совершенно очевидного Для чего вам женщина вообще? Вот давайте попробуем На эти вопросы С вами ответить Для чего? Потому что это очень важно Для чего вам женщина вообще? Если вы хотели бы просто быть с женщинами И вам в целом не было бы важно С кем там Как и так далее То я думаю, что речь бы Шла исключительно о том Что вот Кто понравился С тем бы вы и общались Но это не так Вы как бы говорите Что вот Есть те, кто мне не нравится И как бы Те, кто мне не нравится Говорят мне Что я интересный Значит Эти люди воспринимают Не только вашу внешность Смотрите Вы пишете, что Они говорят Что вы красивые Умные Необычные И клевые Значит Дело здесь не только Во внешности Дело здесь в том Как вы себя ведете И вот парадокс заключается в том Что когда вы ведете себя С теми, кто вам не нравится То есть По сути дела У вас нет мотивации Понравится Вы не хотите Вы не преследуете цель Понравится Потому что даже знаете Что Ваша задача Которая стоит перед вами Она Здесь Неактуальна Я имею ввиду Людей Которые Которым вы не хотите Понравиться В данном случае Речь идет о Непосредственно Женщина Так вот Вы подумайте Что в вашем поведении С женщинами Которые вам не нравятся Меняются И вот эти элементы Поведения Старайтесь Привносить В свое Постоянное Поведение Вне зависимости От того Как вы Себя ведете Где вы И с кем вы Потому что Когда вы Расслаблены Когда вы Не пытаетесь Понравиться Вы Красивы Умные Необычные Клевые И это Не только Для тех Кто вам не нравится Это для всех Так Просто Вы Не можете Раскрыть Себя Вы Не можете Раскрыть Свои Возможности Для этого Необходимо Снизить Мотивацию Для этого Необходимо Снизить Ее Снизить Вот эту Мотивацию Понравится Ну а Чтобы Ее Снизить Чтобы Ее Снизить Давайте Попробуем Подумать Для чего Вам Быть Именно С теми Девушками Которые Вам нравятся Что вы Хотите Этим Например Для себя Получить И вот Когда И если Вы Сможете Ответить Себе На Этот Вопрос Когда И если Вы Дадите Ответ На этот Вопрос То Вот Тогда Вам Станет Гораздо Проще Отдавать Себе Отсчет В том Что И как Происходит Именно С вами Я имею Ввиду Потому Что Пока Вам Движет Мотивация Ну Сверх Мотивация Вам Движет Желание Вам Движет Желание Ну Собственно Говоря Понравится Девушкам Для Какой-то Цели И Вот Это Желание Желание Понравится Нужно Отделить От Другого Желания Это Желание Нужно Отделить От Аналогичного Для Себя Если Вы Сможет Это Сделать То Я Думаю Проблем У Вас Не Будет Никаких Никаких Это Соответственно Что То есть Что Входит Вот В Это Что Входит В Это Определение Это В первую Очередь Продаботка Моментов Которых Вы Себе Смениваетесь Почему Вы Смениваетесь В чем Вы Смениваетесь И так Далее Дело В том Что Люди Они Чувствуют Когда Человек Не Уверен В Себе И Девушки Которые Вам Нравятся Они Ага Они Отталкивают Вас И Не Замечают Потому Что Вы Как Раз Так И Себе Сами Не Уверены Если Вы Будете Действовать Не С той Целью Чтобы Им Понравиться А Если Вы Будете Действовать Именно С Целью Ну Скажем Достичь Какой-то Своей Цели Для Себя Если Вы Будете Действовать В своих Интересах Если Вы Будете Действовать В том Что Нравится И Нужно Вам То Гораздо Больше Будет Вероятность Того Что Вы Будете Нравиться Девушкам Любым Девушкам Не Потому Что Вы Там Красивый Привлекательный Например И так Далее А Именно По Причине Что Вы Будете Проявлять Свои Качества Для Этого Нужно Освободиться От Вот Этого Желания Как бы Понравиться Обязательно Девушкам Для Этого Нужно Избавиться Именно От Этого А Эта Работа Над собой На Этого Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи